К сожалению, при благословенные советские времена, я подчеркиваю, благословенные советские времена, была культурная политика. Опять же, пусть это было все, так сказать, ложно, все эти наши лозунги, руководящие роль пары и так далее, и так далее, но была культурная политика, которая заключалась в следующем. Не идти на поводу у низменных вкусов зрителя, а у зрителя, безусловно, есть низменные вкусы, а поднимать его до более высокого уровня, потому что не было в этом деле коммерческой составляющей. Это все понятно. Не потому что мы такие хорошие, а потому что не было коммерческой составляющей, поэтому могли снимать фильмы культурные, которые, может быть, не имели огромной аудитории, могли играть такую-то музыку, петь такие-то песни, ставить такие-то спектакли, потому что была задача поднять до определенного уровня. Сегодня, увы и ужасно сегодня, ведет за собой публика. А публика, никто в этом не виноват. Публика русская, японская, еврейская, американская, всегда обладает низменными вкусами. С этим ничего не поделаешь. И искусство вынуждено опускаться до этих вкусов, а не поднимать. Потому что рыночная экономика. Потому что если будешь давать высокое, то ты прогоришь через три дня. Вот и все. И этот процесс необратим. И он все хуже и хуже. Потому что начинается разговор. Вот как же наши эти замечательные артисты, народные юмористы, что они идиоты, что они несут. А что они несут? Они не несли этого при советской власти. Они знали, как шутить по-настоящему. А сейчас они вынуждены, потому что если они не будут это нести, они уйдут со сцены под звук собственных каблуков. Вот и все. Поэтому они опускаются до зала. Зал опускается еще ниже. Они опускаются еще ниже. Этот процесс совершенно, на мой взгляд, необратим. Хотя все равно остаются какие-то вершины. Остается все равно арт-хаус, если говорить про кино. Он же все равно остается. А в юмористике все равно остается Жванецкий, который, так сказать, не подается никаким временам. Но в массовом смысле теперь публика ведет за собой искусство. Продолжение следует...